В наше время рукопашный бой является не только военно-прикладным учением ведения боя без оружия, но и видом спорта. В Видном состоялись соревнования по рукопашному бою. Ребята до 15 лет принимали участие в открытом Кубке Ленинского района, а спортсмены старше 18 лет бились за Кубок Московской области. Многие участники были знакомы с прошлых соревнований, поэтому могли оценить своих соперников. Довольно сильные противники, у каждого свой характер, своя техника, так что каждый по-своему силен. Участников было много, около 400 человек. Команда, представляющая городское поселение «Видное», состояла из 67 спортсменов. Все они в отличной форме, ведь большинство было отобрано на первенство России. Соревнований вообще проходит очень много. Практически каждые выходные мы ездим на какие-то соревнования. Поэтому процесс, как бы он такой, одни соревнования перетекают в другие. Оба Кубка проводились одновременно. На самом крупном татаме сражались взрослые спортсмены. На четырех вокруг – помладше. Камалиддин Баймирзоев вышел из первого боя за Кубок Московской области победителем с большим отрывом по количеству очков. Занимается он больше 10 лет. Поэтому в бою чувствует себя уверенно. Раньше в детстве было страх. За один, за два дня, за три. Но сейчас уже выступаю 10 лет, уже мандража нет, ничего нет. Чисто на опыте. Многие считают, что рукопашный бой – спорт не для девушек. Однако не только среди зрителей, но и среди участников представительницы прекрасного пола были. Меня в школе обижали мальчики. Это вот первое. Потом я решила, чтобы они хоть начали меня немножко бояться, я решила сюда прийти. Также меня на эту мысль подтолкнул брат. Он начал ходить, и я тоже решила. В настоящее время рукопашный бой достаточно популярен. Зрители любят его за четкие правила и зрелищность. А спортсмены – за многообразие технических действий. Ведь рукопашный бой вобрал в себя наиболее эффективные приемы из различных видов единоборств. Многие воспитанники рукопашного боя служат в правоохранительных органах, служат на благо нашей Родины, страны. То есть патриотическое воспитание у нас в клубе ведется очень усиленно. И, в принципе, рукопашный бой – это такой вид спорта, который объединяет себе многие виды. Считается, что рукопашный бой – не просто боевое искусство, а целый подход к жизни. Боец всегда идет вперед, преодолевая многие трудности. Ведь помимо физической силы он воспитал в себе крепкий дух. Александра Столярова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.